Здравствуйте, меня зовут Евгений Головко, а это Sony PlayStation Vita. Пожалуй, самая ожидаемая консоль из выпущенных компаний Sony. И это неудивительно. Разработчикам удалось сделать настоящий технологический прорыв. В разы улучшить эргономику устройства, увеличить разрешение экрана, и в результате Sony PlayStation Vita стала самой дорогой консолью из доступных сегодня. Внешне PS Vita очень похожа на PlayStation Portable, дизайн которой оставался практически неизменным с 2004 года, когда была выпущена первая PSP-1000. Новинка имеет ряд визуальных отличий, связанных с использованием более крупного, чем в PSP-экрана, и увеличенного количества элементов управления. В результате PS Vita немного прибавила в размерах, а толщина корпуса незначительно уменьшилась и составила 18,6 мм против 19 мм у предыдущей версии. Практически всю площадь передней панели занимает дисплей, прикрытый слоем защитного пластика. В результате лицевая часть получила глянцевое покрытие, которое быстро покрывается отпечатками пальцев и легко чистится салфеткой из мягкой ткани. По бокам от экрана установлены элементы управления, а в нижних углах корпуса вы увидите декоративные вставки с прорезями, придающими конструкцию аккуратную овальную форму. Задняя панель здесь также преимущественно глянцевая. Исключением являются лишь специальные вставки из матового пластика, обеспечивающие надежный хват устройства. Грани консоли изготовлены из серого пластика с глянцевым покрытием и содержат все порты и разъемы, а также некоторые кнопки управления. Разработчикам удалось оснастить PS Vita именно таким дисплеем, какой должен быть установлен в наиболее технологичной игровой консоли. Вместо TFT-экрана с диагональю 4,3 дюйма, используемого в PSP, новинка получила 5-дюймовый сенсорный дисплей, выполненный по технологии OLED. Экран является одним из важнейших элементов управления системы и отличается превосходным качеством изображения. Разрешение картинки увеличилось вдвое и составило 960 на 544 точки. Это отличный результат для мобильного устройства. Вы можете самостоятельно регулировать уровень яркости экрана, а при максимальной яркости дисплей легко борется с бликами. Для управления PS Vita используются всевозможные элементы, причем в их числе как стандартные, так и весьма оригинальные. К числу последних относится сенсорная задняя панель, касаясь которой вы можете отдавать команды своему герою в игре. К примеру, для того, чтобы Натан Дрейк в приключенческом боевике Uncharted. Золотая бездна взбирался на скалу по канату, необходимо проводить пальцем по задней панели. Сенсорные возможности дисплея используются в основном во время работы с меню аппарата. В играх же, коснувшись экрана, вы также можете отдать команду герою. Реакция на касание происходит мгновенно. И даже ввод текстовых данных с помощью экранной клавиатуры нам показался очень удобным. Слева и справа от экрана установлены привычные для контроллеров Sony PlayStation элементы управления. Два небольших аналоговых стика с резиновым покрытием сверху позволяют точно управлять движением. А привычная крестовина слева и блок из четырех кнопок с символами справа расширяют управление и позволяют выполнять различные действия. Также на передней панели вы увидите кнопки Select, Start и PS. Последние используются для выхода из игры или перехода на более высокий уровень меню. А длительное нажатие на эту кнопку активирует экран быстрых настроек. Вертикальный скроллинг позволяет просматривать меню консоли, а горизонтальная прокрутка обеспечивает перемещение между запущенными приложениями. Для того, чтобы закрыть окно, необходимо потянуть за его угол. Верхняя грань PS Vita также под завязку укомплектована функциональными элементами. Под указательными пальцами расположены шифты, а между ними вы увидите кнопки включения, регулировки громкости, а также разъем для фирменного кабеля и слот для игровых карт, прикрытые пластиковыми заглушками. На нижнем торце расположены разъемы для зарядного устройства и наушников, а также слот для карт памяти, разработанных специально для PS Vita. Эти карты имеют емкость от 4 до 16 ГБ, а их цена соизмерима со стоимостью наиболее скоростных карт для профессиональных зеркальных камер. Видимо, разработка собственных стандартов карт памяти и карточек, на которых поставляются игры, — это продуманный ход кампании для борьбы с пиратством. Немалую роль в управлении играют и спрятанные внутри устройства элементы. Новинка от Sony получила шестиосную систему отслеживания движения, состоящую из трехмерного гироскопа и трехмерного акселерометра, которая позволяет выполнять некоторые действия, не касаясь клавиш и стиков. К примеру, для того, чтобы герой игры прыгнул в сторону, необходимо резко дернуть консоль в нужном направлении, а для того, чтобы удержать равновесие на скользком бревне, перебираясь над пропастью, необходимо аккуратно наклонять устройство. Работу встроенных датчиков вы оцените во время стрельбы и снайперской винтовки. Позиционировать крест прицела значительно удобнее наклоном и поворотом консоли, чем аналоговыми стиками. Откровенно говоря, комплектация консоли меня разочаровала. В компактной коробке вы найдете зарядное устройство, состоящее из трех элементов. Также большое количество разных бумажек и инструкций. Кроме того, в комплекте поставляются карточки дополненной реальности. Карта памяти в комплект поставки не входит, а без нее вы не сможете начать игру. Меню Sony PlayStation Vita представляет собой большие объемные иконки, а список открытых приложений представлен в виде закладок. Сенсорное управление организовано лучшим образом, а для того, чтобы разобраться с устройством, рекомендуем зайти в зону приветствия. Базово в PS Vita предустановлены социальные приложения «Рядом» и «Тусовка», позволяющие находить других владельцев консоли и общаться с ними. Кроме того, в PlayStation Store доступны для скачивания клиенты Facebook, Flickr и Foursquare, а Skype появится уже в ближайшее время. Любителям виртуальной реальности точно понравится реализация дополненной реальности с помощью специальных карточек. Они поставляются в комплекте и помогают взаимодействовать с окружающей обстановкой с использованием встроенных камер. Для каждого из типов мультимедийного контента в меню PS Vita предусмотрен собственный плеер. Консоль умеет воспроизводить видео, музыку и фотографии, а для загрузки данных необходимо подключить устройство к компьютеру, установить специальный софт и зарегистрировать систему в PlayStation Network. Потратив на подготовку не более 10 минут, вы получите превосходный мультимедийный проигрыватель с отличным экраном и ограниченным объемом встроенной памяти. Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A9, графический процессор SGX543MP4+, со 128 МБ видеопамяти и 512 МБ АЗУ полностью исключают подтормаживание даже в самых динамичных и требовательных к ресурсам играх. Мы протестировали базовую модификацию, в которой доступ к сети обеспечивает модуль Wi-Fi в спецификации N. Также в PS Vita предусмотрен интерфейс Bluetooth, позволяющий подключить консоль к компьютеру или использовать беспроводную гарнитуру. Встроенный браузер автоматически масштабирует страницы под размер экрана, а сенсорное управление делает серфинг таким же комфортным, как и при использовании смартфона или планшета. Браузер не поддерживает флеш, а для воспроизведения видео предлагает скачать ролик на карту памяти для просмотра. Версия PS Vita 3G поддерживает передачу данных по протоколам GPRS, Edge и HSDPA, а также оснащена модулем GPS. Навигация основана на картах Google, а соответствующее приложение вынесено в меню консоли. Доступны различные типы карт, а также возможно получить информацию о дорожном движении и рассчитать маршрут. Sony PS Vita получила несъемный аккумулятор емкостью 2210 мАч. Подобные батареи используются и в современных планшетах. На практике батарея обеспечивает порядка 5 часов автономной работы при просмотре видео или в играх. Может показаться, что это немного, но я думаю, что геймеру не хватит никакой времени автономной работы. Разработчикам удалось создать хорошо сбалансированную высокопроизводительную систему. Sony PS Vita получила кучу возможностей, которые в полном объеме используются в играх. А вот единственным сдерживающим фактором, который не позволит всем желающим приобрести эту игрушку, является недетская цена. Причем как цена самой консоли, так и игр для нее. Продолжение следует...